Женщины Фокина имеют возможность пройти бесплатное обучение во время декретного отпуска. Центр занятости населения реализует программу по профподготовке и переподготовке молодых мам. Активные и целеустремленные могут совместить уход за ребенком с профессиональным ростом. Учиться никогда не поздно и не всегда полезно, даже если женщина находится в декретном отпуске и занята воспитанием малыша. Три года большой срок. За это время могут измениться условия труда, требования работодателя, возникнуть желание вообще сменить род деятельности. В любом случае, длительный перерыв в работе неизбежно влечет за собой потерю некоторых навыков работы. Единственный выход – подучиться. У меня декретный отпуск был, и как отучилась, так декретный отпуск, и поэтому я не работала еще. Сейчас, если устраиваться по своей квалификации, то сейчас требуется везде 1С. Нам в университете не преподают 1С, и поэтому очень удобно, что нам хотя бы здесь дают 1С. То есть повышаем квалификацию. Сидела тоже в декретном отпуске, после диплома никуда не попала, родила детей и сидела дома. Сейчас нужно повышать квалификацию, чтобы выйти на работу какому-нибудь престижному. Активную помощь молодым мамам в вопросе профессиональной подготовки и переподготовки оказывают специалисты Центра занятости населения. Третий год на территории городского округа реализуется государственная программа содействия занятости населения Приморского края, в рамках которой проводится бесплатное обучение женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Мы предоставляем по этой программе обучение. Женщина выбирает сама. Если есть базовое высшее образование, можно пройти такие курсы, как 1С-программный комплекс. Также может, например, если она медсестра и находится в декретном отпуске, также мы можем по программе именно повышение квалификации, медицинский сертификат, чтобы она подтвердила. То есть выходя из декрета, ей все равно как бы надо подтверждать. Вот мы направляем в Уссурийский колледж, в медколледж. Также, если нужно проживание, то мы оплачиваем проживание, обязательно заключаем договора на проживание. Основной учебной базой для повышения квалификации жительниц Фокина является дальневосточный судостроительный техникум в Большом Камне, где буквально за несколько месяцев желающие повысить свой профессиональный статус могут обучиться профессии повара-кондитера, менеджеры по продажам, продавца-кассира, пройти переподготовку по бухгалтерской программе 1С или пользователь ПК, наиболее популярные у слушателей курсы. Преподаем мы 1С комплексную. Это три программы 1С. 1С-бухгалтерия, 1С-зарплата управления персоналом и 1С-торговля и склад. Конфигурация у нас 8.3 идет. Это более уже новая версия. Изучаем мы теоретический материал и практические занятия. Основной уклон у нас на практические занятия. Обучение проводится в специально оборудованных классах на современном оборудовании. Лекции читают высококвалифицированные педагоги многофункционального учебного центра. Учиться при наличии желаний несложно и вполне возможно совмещать это с уходом за ребенком. В основном мы стараемся, конечно, привлекать преподавателей, которые работают на базе нашего колледжа, которые работают на дневном отделении. Но очень часто мы обращаемся и к нашим социальным партнерам, работодателям, Дальневосточный завод «Звезда». И сторонние преподаватели у нас преподают, причем действующие. Например, по профессии бухгалтер у нас очень хороший специалист Козырко Наталья Васильевна. Прям к ней идут, записываются конкретно к ней в группы. Это профессия бухгалтер, менеджер по персоналу, менеджер торговли. Дополнительное образование усиливает социальную защищенность женщин, повышает уровень профессионального мастерства, что в свою очередь увеличивает их конкурентноспособность на рынке труда. Новые возможности помогают мамочкам успешно совмещать родительские обязанности с профессиональной деятельностью. Обучение в декрете – это отличный вариант для женщин, думающих о своем профессиональном развитии.